В мае 1983 года в Москве состоялась коронация императора Александра III и его супруги Марии Федоровны. 27 мая в завершении почти месячных празднеств императорская чета посетила открывающийся исторический музей. Они были первыми, кто увидел экспозицию главного национального музея. Встречал их граф Алексей Сергеевич Уваров. Через неделю, 2 июня, состоялось освещение музея. И митрополит Московский и Коломенский Иоанн Никий посвятил здание, и была запущена публика. Почетные гости, представители общественности, прессы, ученые, мужи, знать. И граф Уваров, конечно, присутствовал при всем, тоже активно участвовал, давал свои объяснения. Был счастлив, рад, невозможно, до чего. Потому что, конечно, музей был главным делом его жизни, безусловно. Он получил за это орден Анны первой степени. Это, может быть, и не самый высокий орден, но все-таки первой степени. Это большая и серьезная награда. Ему все это было не нужно. Зная графа Уварова, можно с уверенностью сказать, что лучшим подарком для него к 60-летию, а именно в феврале 84-го года ему исполнялось 60 лет, лучшим подарком, конечно, было то, что ему удалось в июне 83-го года открыть главный и единственный на тот момент исторический музей страны. Целенаправленно ориентированный на показ истории государства Российского, на показ ее культуры, на показ истории русской народности и народов, проживающих с ним на единой территории огромной великой державы. Открытие Российского исторического музея, как тогда назывался Государственный исторический музей, являлось итогом жизни графа Алексея Сергеевича Уварова, археолога, научного и музейного деятеля. Его отец Сергей Семенович планировал ему другую карьеру, карьеру высокопоставленного чиновника или дипломата. Но он выбрал судьбу ученого. Отец Алексея Сергеевича Уварова – одна из ярких личностей в жизни Российской империи первой половины XIX века. Выдающийся государственный деятель, министр народного просвещения, реформатор народного образования, президент Петербургской академии наук. При нем открывается Пулковская обсерватория в Санкт-Петербурге, открывается Киевский университет, открывается Санкт-Петербургский университет и реальные училища по всей стране. Кроме того, именно этот человек является автором известной триады «Самодержавие, православие, народность». Женой Сергея Семеновича была Екатерина Алексеевна Разумовская, дочь министра народного просвещения Алексея Кирилловича Разумовского. Злые языки судачили, что Уваров решил сделать карьеру, так сказать, женившись на немолодой и некрасивой дочери министра. Но брак оказался наредко счастливым. В этом браке было трое детей, две дочери – Александра, Наталья и единственный сын – Алексей, Алексей Сергеевич Уваров. Дом Уваровых в Санкт-Петербурге находился на Большой морской улице рядом с Исаакиевским собором. Там они жили зимой, а летом выезжали за границу. Но кроме того, семья любила проводить лето в усадьбе в Паречье. Ну, например, в Паречье, когда историки архитектуры изучали планы дома Уваровых, они обнаружили удивительную вещь. На плане не было танцевальной залы. Обязательный атрибут барской усадьбы. В жизни семьи не было ни спектаклей, ни каких-то шумных застолий. Но зато каждое лето, когда Сергей Семенович приезжал в Паречье, к нему приезжали и представители петербургской профессуры, и московской. Проводили так называемые академические беседы. С частыми гостями в доме самого Уварова были известные поэты, были известные ученые. И то есть с детства Алексей Сергеевич впитывал эту атмосферу в себя. Конечно, она на него повлияла. Он был большим библиофилом. С молодости он начал уже увлекаться археологией. И Алексей Сергеевич обучался по программе, составленной его отцом. Он занимался дома. В каком-то смысле на Алексея Сергей Семенович Уваров проверял вот эти свои эксперименты в области народного образования. Программа, по которой обучался Алексей Сергеевич, была чрезвычайно разнообразна, но сбалансирована. Из поколения в поколение передавалась большая коллекция живописи. Здесь находится работа 16 века Доса Доси «Святой Иероним». Одной из жемчужин коллекции Уваровых является работа известного художника Джованни Батиста Тьепола, который называется «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем». Продолжая религиозную тему, можно увидеть и работу неизвестного художника 18-е столетие «Святой Франциск из Паулы» или «Из Паулы». Своё обучение молодой Алексей Уваров продолжил на отделении словесности философского факультета Петербургского университета. После окончания университета он начал службу в Министерстве иностранных дел. Поездки за рубеж он использует для образования. В 1846-1847 годах посещает лекции в Берлинском и Гейдельбергском университетах. Увлекшись коллекционированием античных монет, он участвует в создании петербургского археолога-нуризматического общества. Он тут же предложил на свои средства провести обследование южных территорий Российской империи. Благодаря этому путешествию и обследованию археологических памятников он подготовил сочинение, которое так и называлось. Исследование о древностях Южной России и берегов Черного моря. Алексей Сергеевич Уваров решил отказаться от дипломатической службы и заняться археологией. Археологические работы на территории Российской империи тогда курировало Министерство внутренних дел, руководимое Львом Алексеевичем Перовским, двоюродным дядей Уварова. По его приглашению он переводится из Министерства иностранных дел. Перовский не случайно выбрал Уварова. У него было наверняка замечательное впечатление о том, что это и знающий, и энергичный молодой человек. И, конечно же, он не ошибся. Первое задание, которое дает Перовский, приступить к исследованию Новгорода Великого. Уваров отвечает с запиской, в которой указывает, что Новгород был уже исследован, и обращает внимание на Суздаль, изученный недостаточно, но обладающим важным значением для истории русского государства. Перовский согласился с аргументами Уварова и выдал ему разрешение на проведение археологических работ в Суздале. Если говорить о вот этом Суздальском проекте, это, конечно, тоже совершенно необычный для своего времени проект, который Уваров шел от идеи. Идея изучения Древней Руси и идея изучения Суздаля как того места, где эта Древняя Русь могла сохраниться в таком нетронутом виде. В отличие от Новгорода, который испытал иноземное влияние, который, как казалось Уварову, уже испорчен предыдущими раскопками, это в 1851 году, когда там почти они не проводились. Причиной этих городских раскопок был, ну, просто и общий интерес к Суздалю был. Хотелось найти его основание, хотелось найти его древнейшие слои. Этого Уварову, правда, не удалось, и он будет осуществлять эту программу на курганных древностях. Но обнаружились два сюжета, от которых пошла, по сути дела, я бы сказал, русская городская поздняя археология. Его внимание в слоях Суздальского кремля привлекли, в частности, изразцы. Первые красные таракотовые изразцы были им описаны, были взяты в коллекцию. Наконец, в том же Суздале перед Уваровым встала еще одна интересная тема, которая, я бы сказал, положила основу русской династической археологии. В 1850 году великие князья Николай и Михаил Николаевичи посетили Суздаль и предложили поставить памятник на месте упокоения русского национального героя, князя Дмитрия Пожарского. Но представители династии Романовых были неприятно поражены, когда оказалось, что никто не знает, где его погребение. К его поиску приступил граф Уваров. Он собрал комиссию из выдающихся историков своего времени. Он поднял в архивах России, в том числе и в Владимире, и в Суздале, документы всевозможные, которые были связаны с погребением князя Пожарского. На основе всего этого он пришел к заключению, что есть место в городе, где действительно можно попытаться найти высыпальницу Пожарских. И провел очень грамотные, очень хорошие раскопки. Эту усыпальницу увидели после раскопок Уварова впервые. До этого времени никогда никаких усыпальниц, ни великокняжевских, никаких не раскапывалось на Руси. И здесь мы увидели великолепный набор того, из чего состоял некрополь знатного человека в 17 веке. Мы увидели кирпичные склепы. В этих кирпичных склепах стояли белокаменные саркофаги. Над этими кирпичными склепами выселись надгробницы, тоже построенные из кирпича. В фасады этих надгробниц были вставлены очень искусно нарезанные таблицы, белокаменные, на которых сообщалось, кто здесь похоронен. Были обнаружены родственники князя Пожарского, его обе супруги. Но главное было обнаружено и изучено погребение самого князя. Это был человек в достаточно дорогой одежде. У него была палочка, по-видимому, на которую он опирался. А было известно, что князь Пожарский имел повреждения ноги и, соответственно, ходил не совсем ловко. Возраст подходил, он был пожилой, крепкий человек. Таким образом, удалось весь этот клубочек распутать. Проблемы, которые были связаны с погребением Пожарского. Уваров начал свои раскопки с исследований в Суздальском Кремле, где в течение месяца, с 31 мая 1851 года, он вел раскопки на месте воеводского князьского двора. И далее они были перенесены в Кидушу, к церкви Бориса и Глеба, где также он рассчитывал найти князьский двор. Но археология оказалась, что она не готова к раскопкам поселений. Не было понимания специфики этих памятников. И это, конечно, была драматическая ситуация, потому что каждые две недели он должен был отчитываться перед императором, который оплачивал 2500 рублей, колоссальные деньги. А находок не было. И тогда, 16 июля, спустя полтора месяца, Уваров начинает первые раскопки курганов под Суздалем, вот в Михалях, это окраины Суздали. Но и они оказываются не очень успешными, потому что это поздние такие курганы, в которых мало погребального инвентаря. И они не дают эффектных находок. 14 августа в одной из курганных групп на левом берегу Мерли Уваров неожиданно находят серебряные медальоны, которые сейчас известны в археологии как Суздальские бармы или Суздальское оплечье. Это вот такие серебряные большие украшения с изображением процветших крестов и святых. Это вещи начала 13 века, которые, по-видимому, были спрятаны в курганной насыпи во время монгольского нашествия и, собственно, не имеют никакого отношения к погребениям, к совершению захоронений в курганах. Но вот эта находка показала, что курганы могут содержать вот такие яркие находки. Она сразу подняла ценность Суздальских материалов и все последующие раскопки, которые проводились с августа 1851 года в течение трех с половиной лет, это раскопки курганов. И вот мы находимся в Гнездилове, где располагалась одна из курганных групп, которая впервые дала погребение по обряду кремации. Вот очень необычный тоже яркий инвентарь. В работах участвовали в качестве рабочих местные крестьяне. И описания в дневниках звучат примерно следующим образом. 5-6 утра. Крестьяне села такого-то вышли на работу. Крестьян было 40 человек. И дальше раскопанных 10 курганов, 20 курганов, 30 курганов. И, соответственно, от пункта к пункту они двигались очень быстро. Записывалось все иногда внимательно, иногда более подробно, иногда менее подробно. Уваров полагал, что христианизированное русское население не могло хоронить в курганах с помощью обряда кремации. Поэтому он ошибочно решил, что курганы принадлежат финно-угорскому племени Меря. О чем было сказано в его труде «Меряне» – их быт по курганным раскопкам. Уваров, человек своего времени, или своего времени, он работал профессионально, качественно, ответственно. И, в общем, он заложил начало этой курганной археологии. Сама книга об этих раскопках была издана спустя 18 лет, после их завершения. И в ней, конечно, много заключений, с которыми мы сейчас не можем согласиться. И самое главное, эти курганы интерпретированы как мирянские, что, конечно, неверно. И это древнерусские курганы, хотя они и содержат значительное количество вещей, которые связаны с финскими культурами, и финский компонент здесь присутствует. Но в основном это, конечно, древнерусские курганы. Александр Андреевич Спицын, который один из известнейших, наверное, археологов конца 19-го, начала 20-го века, естественно, обратил свое внимание и на материалы Владимирских курганов. И, собственно, с одной стороны, конечно, развенчал вот эту мирянскую историю, а с другой стороны, обвинил Уварова в том, что, в общем-то, территория Владимирской, Суздальской, Ростовской земли в изрядной степени очищены от курганов, от погребальных древностей благодаря Уварову. И что материалы в значительной степени перепутаны. И в этом обвиняли Уварова. В некачественных раскопках, в отсутствии правильного методического подхода, в плохой документации. Ну и в том, что, собственно, к памятникам невозможно вернуться и их доследовать хотя бы. Вот в итоге эти знаменитые 7700 курганных насыпи, которые были раскопаны за эти 4 года. Конечно, эти объемы были избыточны. И критики Уварова, они правы в том, что эти объемы работ, они заметно как бы превышали тот необходимый минимум материала, который полезен для исторических реконструкций, для понимания исторической ситуации. Но Уваров подходил к своему проекту ответственно. Раскопки велись на уровне методик своего времени. Сохранились дневники, которые достаточно точно фиксируют отдельные погребения. И сохранилась чертежная документация, которая делалась в течение нескольких лет. Есть планы курганных групп и планы курганных групп, которые составлены Уваровым. К сожалению, вот самая, так сказать, трагическая часть этого проекта, коллекции оказались перепутаны. Припутаны, по-видимому, при передаче их из музея в музей, Уваров должен был демонстрировать свои находки раз в две недели. Они отправлялись в Петербург. И понятно, вот вся эта, так сказать, передача коллекции, демонстрация их приводила к тому, что многие вещи оказались... Большая часть коллекции оказалась депаспортизованной. Сегодня мы понимаем, что мы не можем ее, значит, восстановить. Продолжателями изучения древнерусских курганов Уваровым стала экспедиция Института археологии Российской Академии наук и Государственного исторического музея. Очень хотелось найти какие-то памятники, соотносящиеся с открытыми сельскими поселениями, которых за последние 20 лет открыто больше 380. Стало понятно, что даже несмотря на огромное количество раскопанных у Варвова курганов, количество могильников очень мало по отношению с количеством поселений. Отсутствие курганных насыпей делали проблематичным обнаружение связанных с ними погребений. Помогла сохранившаяся документация Уварова, в том числе топографические планы, на которых отмечены еще заметные в 19 веке курганы. Некоторые точки нам удалось вроде бы привязать хоть как-то с какой-то точностью к картам. Но ввысь на место показывал, что, в общем-то, мы видим распаханное поле, и, наверное, примерно здесь был могильник. И мы знали о месте могильника, вот соотнеся эти старые уваровские планы с современными картами, уже с точностью до 300, иногда до 700 метров. В поиске могильников помогли современные технологии, геоинформационные системы, а также геофизическое сканирование. Благодаря сохранившимся топографическим планам экспедиции Уварова были обнаружены места расположения курганных могильников. Затем в дело вступили геофизики. Они обнаружили скрытые в земле остатки курганов и погребений. И нынешний уровень технических возможностей, а воспользоваться ими нам удалось благодаря гранту Российского научного фонда, нам удалось привязать часть и покурганных планов к геофизической съемке масштабной. Но вот на Уваровском плане, которая курганная группа, которая была снята в Гнездилове, 28 курганов. Современный геофизический план, на нем видны остатки примерно 80 курганных площадок, как вот такие кольцевые, круглые аномалии, которые соответствуют распаханным курганным площадкам. Так что во времена Уварова, по-видимому, часть курганов уже была невидима. И вот современная геофизика видит больше, чем топографы середины 19 века. Многовековая распашка и до Уваровой в советское время с трактором Белоруссии, глубиной погружения до 45 сантиметров, естественно, разрушила еще иное количество комплексов, то, что не было раскопано Увар. Но при всем при этом часть погребальных комплексов мы видим, мы открываем и больше гораздо узнаем про материальную культуру населения 10-12 века, древнерусского населения. Повторные обследования тех мест, где находились курганные группы, они выявляют большое количество погребений, которые остались незамещенными Уваровам, прежде всего потому, что, по-видимому, часть курганов уже к этому времени была снивелирована распашкой, и многие из них были уже малозаметны в 1850-е годы. И выяснится, что многие погребения, которые находились под этими курганными насыпями, они целы, мы их продолжаем, их исследования. И Уваровские планы, они сейчас дают возможность локализовать вот эти вот точки, выйти на эти точки, без них нам было бы значительно сложнее. Это очень противоречивая такая, значит, картина. Мы можем, значит, сожалеть о том, что часть документации, значит, слишком лаконична, что коллекции дипоспортизированы, но если бы ее не было, у нас, так сказать, не было вот основы, которые мы могли бы... Мы отталкиваемся сегодня, продолжая исследование с воздухих могильников. В 1853 году Уваров вновь возвращается в Причерноморье, проводит раскопки в древнегреческой Ольвии у Буго-Днепровского лимана, неаполискифском и на Мангупе в Крыму. Наиболее интересные результаты были получены при раскопках в Херсонесе, у Севастополя. Вот во время этих работ был обнаружен византийский храм 7 века, и неподалеку от этого храма был открыт баптистерий, в котором предположительно был крещен великий князь Киевский Владимир. Была обнаружена оригинальная мозаика, которую перенесли затем в Эрмитаж, и она до сих пор украшает фрагмент пола в одном из археологических залов Эрмитажа. В середине 50-х годов в жизни графа Уварова произошли серьезные изменения. В 1855 году умирает его отец Сергей Семенович. Алексей Сергеевич вступает в наследование богатейшим состоянием, управление которым требовало его присутствие в Москве. В 1856 году умирает министр внутренних дел Лев Алексеевич Перовский, создавший археологическую комиссию для общего руководства археологии. Перовский предполагал, что в этой комиссии будет работать и Алексей Сергеевич Уваров. Но поскольку Перовский умер, его место занял Сергей Григорьевич Строганов. Уваров-старший не очень был в ладах со Строгановым, и поэтому Алексей Сергеевич не счел возможным принять приглашение Строганова, и таким образом он отошел от археологической деятельности. Переехал в Москву. Соседями Уварова оказались князья Щербатовы. Старшая дочь в семье Щербатовых, Прасковья Сергеевна, обратила на себя внимание графа Уварова. Он очень долго красиво ухаживал. Например, в холодное время года, в октябре, в ноябре, он присылал в дом Прасковья, который находился в Москве, корзины с фруктами, с персиками, и говорил, что это просто слуги у него в оранжере их собрали. Это было большой ложью, за большие деньги, из теплых краев, он выписывал эти фрукты, чтобы порадовать свою возлюбленную. И когда Прасковья исполнил 18 лет, Уваров все-таки набрался смелости, попросил ее руки у ее отца Сергея, то дал благословение, а затем он попросил ее руки уже напрямую. Прасковья Сергеевна согласилась, но Уваров сразу ее предупредил, что боится свести ее от скуки в могилу молодую красивую девушку, ведь он, в принципе, был повенчан на науке, на археологии. Прасковья ответила, что она полюбила его именно за то, что он старше, мудрее и не похож на ее обычное окружение. Брак состоялся, и брак стал идеальным. Шестеро детей, хозяйка поместья, идеальная жена, помощница, сподвижница и соратница. Несмотря на юность, несмотря на молодость, несмотря на то, что она была хороша собой, несмотря на то, что она пользовалась успехом на московских балах, все это не вскружило вот эту чудесную, эту хорошенькую и умную голову. И, выходя замуж за Уварова, Прасковья Сергеевна, следуя и наставлениям матери, сказала, что я буду не только хорошей женой, но я буду помогать вам во всех ваших делах и начинаниях. Но всю свою жизнь вот эти отношения на грани любви и работы, они проходят красной нитью через их судьбу. На портрете позади меня, на груди у Прасковья Сергеевны Уваровой, медальон. Этот медальон был переделан из медали, которая была вручена графу на одном из археологических съездов в Тифлисе. И когда граф отдал этот медальон ювелиром, он попросил сделать еще гравировку на этом медальоне. И на гравировке написано два слова «любимейшему сотруднику». Алексей Сергеевич и Прасковья Сергеевна венчались 14 января 1859 года, после чего отправились в двухлетнее свадебное путешествие по Европе. Все это время они потратили на изучение античного и византийского наследия. Знакомство с принципами хранения древности в европейских музеях и библиотеках пригодились Уварову в дальнейшем при организации Московского археологического общества и Государственного исторического музея. Также он продолжил пополнение своей коллекции. Тема, которая проходит такой вот нитью через всю его жизнь, это были, конечно, византийские древности, и его интерес к памятникам древнего Херсонеса, его интерес к христианской символике. То есть это те темы, которыми он занимался всю свою жизнь. Например, его замечательная работа по христианской символике, которая, в общем-то, не устарела до настоящего времени и используется в работе всеми специалистами. Ну и вот те христианские древности, которые он собирал. Опять же, в нашем собрании есть вещи из Италии, которые он привез. Это фрагменты украшения алтарей, это изображение, прекрасное такое мраморное изображение 7 века, двух павлинов, пивущих из чаши. Это тоже собрание графа Уварова. Ну и достаточно большое количество каких-то мелких бытовых предметов. Это кресты, колпионы, посуда, также вот византийского времени. Он еще очень много общался с европейскими учеными, самого разного уровня. Здесь и знаменитый немецкий историк Теодор Момзен, Перу, которого принадлежит история Римской империи. Это и антрополог Верхов, это Вольфганг Гельбек, который какое-то время был комиссаром на раскопках Геркуланума и Помпеи, и знаток, кстати сказать, памятников Геркуланума и Помпеи. Эрнестр Энан, известный Эрнестр Энан, автор жизни Иисуса. Эрнестр Энан довольно часто был гостем у Варовых, когда они жили в Париже. И вот как-то однажды он пришел в дом у Варовых и увидел юную графиню с книгой в руках. Он посмотрел. Оказалось, что это история искусства. Эрнан был потрясен. Как так? История искусства. Молодая, хорошенькая женщина. Не роман, а история искусства. На что Прасковья Сергеевна ответила. С детства мне не разрешали читать романы. А сейчас мой муж археолог, и я должна дорасти до его уровня, чтобы быть ему настоящей помощницей. И поэтому никакие романы мне некогда читать. Вдохновленный путешествием, больше научным, чем свадебным, после возвращения в Россию в 1861 году у Варов основывает Московское археологическое общество. 17 февраля 1864 года он собирает в Паречье единомышленников и объявляет о своих планах. Этот день считается днем основания Московского археологического общества. На этой встрече Уваров сообщает свое мнение о том, каким должно быть общество. Первое. Исследование в области археологии и истории. Популяризация знаний. Обязательно. Потому что русское общество надо возвращать к своим истокам. Это, в общем-то, характерный интерес к русской истории. В русском обществе в 60-х годах поднимается. Охрана памятников. Любой остаток старины не только исследовать, но обязательно сохранить. Но для того, чтобы заниматься популяризацией истории археологии, для того, чтобы привлечь как можно больше желающих заниматься, скажем, той же охраной памятников, нужна какая-то площадка. И поэтому Уваров уже тогда, 18 апреля, сказал о том, что необходимо проводить археологические съезды. Эти съезды проводились в крупных университетских городах Москва, Петербург, Казань и так далее. Там собирались все археологи, в том числе и из императорской археологической комиссии. И это действительно послужило основой для формирования вот такой большой университетской науки, большой академической науки в Российской империи. К каждому из этих археологических съездов устраивались выставки, на которых представлялись древности того или иного региона, который был интересен. И издавались совершенно замечательные труды московского археологического общества. Уваров оказался очень успешным, очень продуктивным организатором науки. И в науке вот эта организационная составляющая тоже очень важна. И будучи вот таким ярким ученым, яркой индивидуальностью, он также понимал, что все-таки наука – это такое коллективное дело. И без вот такой среды, без какого-то круга ученых ее не может быть. И вот Уваров, безусловно, создатель московской археологической школы, которая имела свое лицо, свои интересы. Она изучала культуру, идею изучения быта, который… Слово «быт» использовался для… Он обозначал культуру. Культура народов, культура прошлого, культура различных эпох. И вот история через культуру, через вот этот быт. Вот это такая главная, так сказать, идея московской школы. Это, конечно, значит, то, что мы бы сейчас назвали междисциплинарностью, потому что вот эта московская школа и Уваровский круг – это люди, которые занимались и, ну, собственно, археологией, в нашем понимании, раскопками, изучением древностей, которые добыты раскопками, и, значит, историей искусства, и памятниками письменности. И, в общем, вот эта вот такая коммунитарная, значит, широта, конечно, она присуща была московской школе. Серьезный вклад, который внес Алексей Сергеевич в изучение прошлого, его организаторские способности предопределили то, что, когда возник вопрос о создании Национального исторического музея, в состав его руководства был включен граф Уваров. Ну, а началось все со знаменитой политехнической выставки 1872 года, которая была приурочена к 200-летию со дня рождения Петра Великого, которая своего рода выставка достижений российской истории, российского хозяйства, российской промышленности, российской торговли, ну, как бы, всех областей. Организацию политехнической выставки император поручил своим сыновьям, в том числе наследнику престола, великому князю Александру Александровичу, будущему императору Александру Третьему. Он должен был курировать Севастопольский павильон, посвященный Крымской войне и подвигу Севастополя с его знаменитой 349-дневной героической обороны. И организовывали этот павильон на выставке «Люди военные». Это полковник по артиллерии Николай Ильич Епилевский, генерал-адъютант и министр на тот момент государственных имуществ Александр Алексеевич Зеленой, люди влиятельные, люди, участвовавшие, кстати, в Крымской войне и тот и другой. И тут вот в ходе подготовительных работ родилась идея, а не сделать ли вообще музей, посвященный истории Отечества, где бы показывались вот смены эпох нашей истории, жизнь народа и других народов, живущих в империи, выстроить какие-то артефакты, памятники в хронологической последовательности, показать жизнь людей. Музей предполагалось назвать в честь наследника престола Александра Александровича. 9 февраля 1872 года император Александр II встретился с сыном и одобрил идею создания музея. Поэтому этот день по новому стилю 17 февраля считается днем рождения Государственного исторического музея. Вскоре, в мае 1872 года, открылась политехническая выставка. Она имела большой успех. До закрытия ее в сентябре выставку посетили 750 тысяч человек. И вот этот севастопольский павильон, такой, скажем, сугубо исторический, военно-исторический павильон, в этот павильон, помимо подлинных, реальных памятников севастопольской обороны, героической обороны Севастополя 1854-1855 годов, туда же были привезены из древнего Херсонеса уникальные памятники, раскопанные еще в начале 50-х годов 19-го века графом Уваровым. То есть там и история зазвучала, не только военная история, но и зазвучала история древнего Крыма, древней Крымской земли, Северного Причерноморья, которое блестяще знал как археолог Алексей Сергеевич Уваров. Осенью 1874 года объявляется конкурс на строительство здания нового музея. В нем выигрывает проект академика живописи Владимира Осиповича Шервуда и инженера Анатолия Александровича Семенова под лозунгом «Отечество». И получилось вот здание в русском стиле, то, что, собственно, и учел Шервуд, и предложил. Да, когда-то про это говорили эклектика, но в данном случае это действительно русский стиль, как бы соединяющий в себе элементы русской архитектуры разных эпох. Вот начиная действительно с элементов древней Руси, архитектурных элементов, и кончая вот 16-17 веками. И, надо сказать, получилось очень оригинальное здание. Некоторые специально находят там и готическое влияние. Ну, не без этого. Но, тем не менее, здание, конечно, получилось как раз вот такой исторический симбиоз получился. И для исторического музея трудно было придумать что-то лучшее, более оригинальное, с учетом того, что здание строится в очень ответственном месте, на Красной площади. И оно должно так встать, чтобы не нарушить вот этот выдающийся архитектурный ансамбль Красной площади, чтобы не выбиваться из него. Но трудно шло строительство. Все время возникали споры, дискуссии между участниками процесса и организацией музея. Шервуд предлагал пригласить выдающихся великих художников, скульпторов, которые бы сделали огромное количество художественных панно, картин, композиций скульптурных и так далее. Ученое сообщество возражало, что необходимо экспозицию музея строить на подлинных предметах, в первую очередь обнаруженных археологами. Потому что именно они отражают в полной мере прошлые страны. А художественные произведения должны быть дополнением. Уваров сначала тоже колебался, но впоследствии, конечно, безусловно, археолог взял в нем верх. Потому что он понимал, что без подлинных предметов, выкопанных из земли, отобранных, так сказать, у древности, посетители просто не почувствуют, не почувствуют истории настоящей, реальной, подлинной истории. Это вызвало очередные трения и споры. В 1877 году уходит в отставку Чепелевский. В 1878 году – Уваров. В 1879 году отстраняется отдел Владимир Осипович Шербут. А в 1880 году умирает один из организаторов музея – генерал Александр Алексеевич Зеленой. Все, строительство остановилось. Леса строительные, здание возведено, подведено под крышу, отделочных работ не сделано. В местах, где должны быть окна, двери, нет ни рам, ни дверей, зияют просто проемы пустые. В общем, жуткая картина. Парадоксальным образом ситуацию изменила трагедия. 1 марта 1881 года террористами в Санкт-Петербурге был убит император Александр II. Великий князь Александр Александрович, в честь которого назван музей, наследует престол. Среди множества дел и вопросов, которые встали перед новым императором Александром III, необходимо было решить проблему музея. Он получил название «Императорский российский исторический музей». Его финансирование переходит к казне. Председателем правления музея становится младший брат императора, великий князь Сергей Александрович. Который давным-давно знаком с Уваровым. Уваров его, Сергея Александровича, и Павла Александровича, с многими другими великими князьями, возил по югу России. Благодаря ему он участвовал в раскопках. Его даже называли Сергеем Александровичем великим князем от археологии. Ну, так, в шутку, конечно. Очень любил археологию, очень увлекался. Уваров возвращается тут же и становится товарищем председателя музея. И дело пошло. А не могло не пойти. В мае 83-го года на Красной площади в Кремле планировалось проведение коронационных торжеств нового императора и императрицы Марии Федоровны. Ну, как же к коронации допустить такую арясьму? С дырками вместо охан, вместо дверей. Надо все закончить. Разумеется, пошло и финансирование. И вот так за два года музей был достроен, расписан замечательными художниками. И, в частности, родились вот эти замечательные парадные сени, которые расписывала артель академика Торопова с родословным древом русских князей, русских царей, русских императоров. Вот эту красоту, которую видит посетитель, входя в парадные сени исторического музея. Надо сказать, что все те основные направления научной деятельности, которые интересовали Алексея Сергеевича на протяжении всей его жизни, они нашли отражение и в концепции создаваемого им в соавторстве с другими людьми императорского исторического музея. И когда в 1883 году было открыто первое так называемое «Малое кольцо», с которого, собственно, и начался музей, у нас были залы каменного периода, эпохи бронзы, эпохи становления русского государства, но также были и так называемые литерные залы. Залы А, Б, В, два из которых были античными, а один из них был византийский. Эти залы изначально были украшены, византийский зал копиями мозаик, потолок представлял из себя Софию Константинопольскую, травенские мозаики были скопированы. Все полы также были, значит, сделаны копии мозаик из различных храмов, ну а, соответственно, залы Б и В, они представляли собой залы античности, зал Херсонеса и Ольвии, зал Боспора. Соответственно, там граф Уваров заказал картину Айвазовскому с изображением Боспора-Кемерийского, Керченского пролива, и в стены залов были вделаны надписи и надгробия, которые были получены при раскопках вот этих вот трех памятников, то есть Пантикопея, Херсонеса и Ольвия. История России, она неотделима от истории античности Византии, хотя бы потому, что эти памятники находятся на территории Российской империи, это раз, во-вторых, христианство в 1988 году было получено именно через Византию, вот, соответственно, огромное византийское влияние на историю и культуру всего древнерусского государства. А Византия, собственно говоря, она тоже появилась не ниоткуда, а она была, ну, как бы, неким продолжением античной культуры. Для того, чтобы соединить свою историю с всемирной, в XIX веке обязательно нужно было иметь античные корни. У кого античных корней не было, тот не попадал вот в этот белый мир, если можно так выразиться, в мир, так сказать, да, белокожих христиан. У него должны были быть обязательно античные корни, поэтому варов начинают с этого. Все начинаются с классического наследия на юге России, которое логическим путем их приводит потом к русским древностям. А для него огромную роль играли византийские древности, поскольку это было основой русского духовного наследия. Он обратился к этим темам. Но ему, конечно, необходимо было понять не только Византию, но которая более или менее начинала исследоваться. Но в Древней Руси не было и этого. Понимаете, в чем дело? Древности только-только начинали проглядывать из каких-то углов. Как так может быть, что в Древней Руси нет своей цивилизации? Понимаете? Или ее очень немного? Это очень тонкий слой. Почему в Риме вот такой слой, так сказать, там, в Константинополе вот такой, а во Владимира создали в Москве, в Петербурге? Понятно почему. А в древних-то городах почему так немного относительно этих древностей? Откуда они взялись, что такие были древние славяне? Кто такие были люди времен, так сказать, X-XI веков, более ранних периодов? Кто они были? Ему это, конечно, было необходимо понять. Поэтому у него рождается вот эта программа. Вот. Исследования истоков русской цивилизации, сказали бы мы сегодня. Конечно, в Уварове вот удивительная эта широта. Он начал как исследователь античных древностей. Он стал основателем изучения древнерусских средневековых курганов. Вот этого направления, которое, в общем, было доминирующим в археологии, оставалось после его раскопов в течение 70 лет. Он оказался первооткрывателем очень ярких полиэлитических памятников. Он открыл неолитические стоянки, неолитические стоянки волосовские на Оке. Он участвовал в раскопках Фатьяновского могильника, вот замечательных памятников эпохи бронзы важнейших. И вот как-то сумел объединить все это, так сказать, в одно целое. Хотя в 19 веке, конечно, изучение первобытной археологии и изучение средневековой археологии были сильно разделены. Вот Уваров сумел это, так сказать, интегрировать, показать связь, что, конечно, очень необычно для вот этой эпохи. Ну и если говорить о его жизненном пути, то он очень необычен. Потому что многие люди, принадлежавшие к высшей знати, они были посвященными людьми, они занимались наукой, они были начитаны. Но никто из них не сделал науку своей профессией. Уваров, в общем, он ушел с государственной службы для того, чтобы заниматься наукой, это совершенно такой знаковый поступок. Вот когда человек, перед которым открывалась блестящая возможность, блестящая карьера, он как бы сознательно от этого отказался, стал ученым, показал пример. Наука – это дело, которое достойно жизни, достойно отказа от каких-то других возможностей. Кое любить, так безрассудку, кое грозить, так не на шутку, коль рыбнуть, так сгоряча, коль рыбнуть, так уж с плеча, коль спорить, спорить смело, коль стоять, так уж за дело, коль простить, то всей душой, коль и пир, так пир горой. Вот воистину Алексей Константинович Толстой очень правильно, на редкость правильно, Толстой посвятил своему двоюродному брату, Алексею Сергеевичу Уварову. С момента, как бы, открытия музея и до момента ухода из жизни Алексея Сергеевича Уварова прошло слишком мало времени. Он не дожил, не дожил всего лишь буквально два месяца до своего 61-летия. И ушел из жизни, оставив по себе добрую память, вне всякого сомнения, и Государственный исторический музей, который верой и правдой слушат нашему Отечеству по сей день. Благодаря во многом усилиям, воле, желаниям замечательного человека, крупного ученого, блестящего специалиста, графа Алексея Сергеевича Уварова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok